Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем в видео Новый Завет. Вот у нас трехтомник вышел. Столкование блаженного фефилакта от Матфея вместе с откровением по всем святым отцам. Показать, что это за красота такая. 752 страницы в них. Вот как выглядит. И здесь же 240 иллюстраций. Это Гестава Доре. Вот так. Начинаем. Номер 5. Евангелие Иоанна 4.23.24 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Толкование блаженного фефилакта. По-моему, это слово Ему не прочитал. Ладно, считаю. Хотя мы, иудеи, в образе поклонения преимуществуем пред вами, самарянами, но и образ иудейского служения напоследок окончится. И перемена произойдет не вместе только, но и в способе служения. И переменности я очень близка и настала уже. Ибо эти предметы не будут иметь значения во все времена, как имеет изречение пророков. Истинными поклонниками называют тех, которые живут по Его закону, которые не ограничивают Бога местом, как саморяде, или не ждут Его служением телесным, как иудеи, но кланяются в духе и истине, то есть душою и чистотою ума. Так как Бог есть дух, то есть бестелесен, то и поклоняться Ему должно бестелесно, то есть душою. Это означается словом «в духе». Ибо душа есть дух и существо бестелесное. А как многие, по-видимому, поклоняются Ему душою, но не имеют об нем истинного понятия, например, еретики. «Посему и присовокупил, и и в истине, ибо должно поклоняться Богу умом, но также должно иметь и понятие об нем истинное. Так как саморяне ограничивали Бога местом и говорили, что на этом месте должно поклоняться, а у иудеев все совершалось в образах и тенях, то против отличия саморян употребляют слово «в духе». Так что речь имеет такой смысл. «Вы, саморяне, совершаете служение Богу какое-то местное, а истинные поклонники будут совершать неместное, ибо они будут служить в духе, то есть умом и душою. Не будут поклоняться под образом и тенью, как иудеи, но в истине, так как обычаи и обряды иудейские будут отменены». Интересно. Так как закон иудейский, понимаемый буквально, был образом и тенью, то, может быть, слово «в духе» употреблено для отличия от буквы, ибо в нас действуют уже закон не буквы, а духа, 2 Коринфянам 3,6, ибо буква убивает, а дух животворит. Для отличия от образа и тени употреблено слово «в истине». Настанет, говорит, время, и настало уже именно время явления моего во плоти, когда истинные поклонники будут поклоняться не на одном месте, как саморяне, но на всяком месте духом, совершая поклонение и телесное только. Как и Павел говорит, «Которому Богу я служу в духе моем» Римлянам 1,9, будут совершать служение не образное, тенистое и указывающее собой на будущее, как иудеи, но служение истинное и не имеющее никаких теней. Ибо таких поклонников ищет себе Бог, как дух духовных, как истина истинных. Иоанна 4, 25-27 Женщина говорит ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, Которую говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, «Чего ты требуешь?» Или «О чем говоришь с нею?» Оттолкование. «Откуда знала женщина, что придет Мессия, называемый Христос?» Как они приняли книги Моисеевы, то из них и знали пророчество о Христе и то, что Он Сын Божий. Так слова «Сотворим человека» Б. 1,26 «Очевидно сказанный отцом сыну, беседовавший с Авраамом в палатке был сын» Б. 18-я глава «О нем пророчески говорил Иаков, не оскудеет князь Атеуды, пока придет, кому отложено» Б. 49,10 «И сам Моисей, пророков оставит Господь из братьев ваших, как меня, его будете слушать» Второзаконие 18.15 «И многие другие места возвещают о пришествии Христа. Посему это и говорит женщина, зная, что придет Мессия. Когда, таким образом, самый ход речи требовал, Господь уже открывает ей, самарянки, самого себя. Если же бы Он с самого начала сказал, что Христос – это Я, то не убедил бы женщины, да и мог показаться каким-то заносчивым и гордым. А теперь, мало-помалу, заставивши ее вспомнить обетование Христе, Он уже открывает и самого себя. Почему же Он женщине сказывает, что Он Мессия, а иудеям, которые часто спрашивали «Скажи нам, ты ли Христос?» Он не открывает себя. Им ничего не говорил Он потому, что они спрашивали не для того, чтобы узнать истину, но для того, чтобы более оклеветать. А ей ясно открывает себя, потому что она благонамеренна. Она спрашивала простодушно и с желанием узнать истину. Это видно из ниже следующего. Услышав откровение, она не только сама уверовала, но и других привлекла к вере. И во всем является женщиною основательную и верующую. В то время, как оканчивался уже разговор с женщиною и учение, пришли ученики и удивлялись его смирению, по которому он с такой снисходительностью разговаривал с женщиною, бедною и самарянкою, тогда как у всех был в славе и в известности. Удивляется, однако же не смеет спросить, о чем он говорит с нею. Так они были обучены и сохраняли должное от учеников уважение к учителю. В иных случаях они, по-видимому, смелы. Например, Иоанн преподает груди. Иоанна 13.25 Приступают с вопросом, кто больше в Царстве Небесном? Матфея 18.1 Сыны Завидеевы просят, чтобы одному сесть по правую, а другому по левую руку. Марка 10.35 и 37 В этих случаях они спрашивают о том, что их самих касалось и что представлялось им тогда необходимым. А как здесь вопрос не занимал их самих так много и не был совершенно необходим, то они и не употребляют смелости, как неблаговременной. Иоанна 4.28.30 Тогда женщина оставила водонос свой и прошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Толкование. От слов Господа в сердце женщины так возгорелось, что она и водонос свой оставила. Так скоро она воду Христову предпочла колодезю Иакова, и верою, обнявшую ее сердце, возводится в звание апостола. Учит и привлекает целый город. Поистине душа, воспламененная божественным огнем, не смотрит ни на что земное, ни на стыд, ни на бесчестье. Вот и она не стыдится обнаруживать свои дела, но говорит, который сказал мне все, что я сделала. Она могла бы сказать и иначе, «Пойдите, посмотрите пророка, который пророчествует». Но она не говорит так, а презирает мнением о самой себе и имеет в виду одно только – проповедать истину. Не говорит утвердительно, что он Христос, но не он ли Христос? Для того, чтобы их самих привести к одинаковому с собой мнению и слово сделать более удобоприемлемым. Ибо если бы она утверждала, что он Христос, то некоторые, быть может, не согласились бы, не приняли бы мнение ее как женщины отверженной. И сночник крещения, которым он облагодетельствовал наше естество, как бы некоторую самарянку, «Сей источник крещения справедливо может быть назван источником Иакова, то есть запинателя, ибо всем источники всяк попирает дьявола. В нем Господь разрушил голову дракона, которого отдал в пище людям эфиопским». Солом 73,14 «Ибо драконам сим не иной, кто увеселяется и питается, как люди, омраченные и черные по душе, не имеющие участия в божественном свете. Самарянка есть и всякая душа, которая...» Говори. Так, что вам нужно? Ну? Ну хорошо, вам-то звоните. С какой целью-то? А нас-то зачем узнавать-то? Вы спросите, где храм, что нужно делать, достать Евангелие, считать. А про нас-то что, при чем тут мы? Все это есть, все было узнать, потому что даже визит, мы можем узнать. Ну вот, пожалуйста, где вы, вблизи какого храма живете? Пойдите туда, там священники есть. Там написано, какие ресурсы, по ним заходите, там есть видеоролики, и там можете поговорить. С Богом. Ничего нет, договорились. Самарянка. «Есть душа всякая, которая неразумно подчинилась пяти чувствам, потом приняла и ложные учения, как бы шестого прелебодея, но который Иисус облагодетельствует, благодетельствует или крещением, или источником слез. И слезы могут быть названы колодезем Иакова, то есть ума нашего, попирающего злобу. Воду сиди пьет и сам разум, и дети его, помыслы. И скот его, неразумные части души, гнев и пожелания, ибо слезы служат освежением для ума и для помыслов, и для прочих сил души». Евангелие Танна 4, 31-34. «Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете, посему ученики говорили между собою, разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть, творить волю пославшего меня и совершить дело его». Толкование. Ученики спрашивали, то есть просили Господа есть, не по безрассудству, но по сильной любви к Учителю, ибо видели, что Он утрудился от пути и от палящего жара. А Господь знает, что самарянка привлечет к нему почти весь город, и что самаряне уверуют в Него. Говорит, «У меня есть, что есть, именно спасение людей, потому что спасение сего я так желаю, как никто из вас не желает чувственной пищи. Пищи, которую я имею есть, вы, ученики мои, не знаете, вы еще плотяны, и не можете понимать того, что я говорю, прикровенно, а потому не знаете, что пищей я называю спасение людей. И иначе, вы не знаете сей пищи, ибо не знаете, что самаряне уверуют в Меня и спасутся». Что же ученики? Они еще недоумевают, не принес ли кто ему есть. Предложить же вопрос ему не смеет по обычному уважению к нему. Однако же он, хотя они и не спрашивали, объясняют сказанное прикровенно и говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня, ибо спасение людей воля Божия, и совершить дело Его». Пророки и закон не могли совершить дело Божие, потому что являя собой образы и тени будущих благ сами были несовершенны. А Господь совершил дело Божие, то есть наше спасение и обновление. «И закон есть дело Божие, так как он написан Тверстом Божиим» в Тарозаконе 9.10. Господь совершил этот закон, потому что Христос есть конец закона в Римлянам 10.4. Он прекратил все, совершавшееся в законе, и от телесного служения возвел оное к духовному. Господь часто говорит прикровенно для того, чтобы слушателей сделать внимательнее, возбудить их к исследованию и познанию того, что говорится сокровенно. Называя спасение людей пищей, Господь научает учеников, чтобы и они, когда будут рукоположены в учителе Вселенной, не заботились много о телесной пище, а все усердия прилагали к спасению людей. Делал же это Господь не потому, будто нуждался в служении других, ибо Он Сам дает пищу всякой плоти в Солом 135.25, но для того, чтобы приносящие имели награду и привыкали питать и других, и чтобы показать всем людям, что не нужно стыдиться бедности и тяготиться в случае питания других. Учителям же свойственно и даже необходимо заботой о пище возлагать на других для того, чтобы самим, не развлекаясь, совершать служение Слова. Посему Он даже и заповедал ученикам питаться за счет наставляемых ими. Лука 10.7 Комментарий Игнатия Лапкина. Когда сегодня приходится беседовать со священнослужителями и убеждать их изучать Слово Божие и поступать согласно написанному в Библии и непрестанно учить проповедовать, они дают один ответ. Я не умею. У меня нет свободного времени. Мне некогда. Каждый день службы, требы, вызовы. И действительно, свободного времени у него совсем нет. Следует сесть за стол с таким неумехой и попросить его спокойно посидеть хотя бы 5 минут. За эти 5 минут на чистом листе бумаги вы успеете написать все, что он скажет, чем он занимается каждый день. Напротив каждого рода занятий нужно попросить такого трудягу выписать место Библии, которое подтверждает, что это занятие от Бога, что именно Создатель поручил ему этот труд и за это спросит с него, потому что Бог будет судить нас только по Библии, только потому, что сказал Господь, а не потому, что измыслили люди за 20 столетий. В православии эта мысль не имеет никакой силы, потому что авторитет Библии равен нулю, а иногда даже отрицательный. Мы не баптисты, кто Библию читает, те с ума все сходят. Евангелие Таана 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Евреям 4, 12. Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Ни на одно описание работы не появится ни одного местописания, а отсюда вывод, что осел был загружен под завязку чем угодно, но для Христа места не оказалось. Если священник будет делать только то, что предписывает Слово Божие, перестанет крестить безбожников, а будет их катехизировать, учить, перестанет причащать безбожников, а значит и отпадет надобность в служении литургии каждый день, как некого магического действия. У священника уже появится полдня. Сегодня батюшки занимаются чем попало, но только неслужением Слова. Проповедь, научение, Евангелию вот основа основ для каждой души и тем более священника. Когда Израиль вошел в обетованную землю и она была завоевана, то приступили к ее разделу по количеству колен в Израиле. Ливийну же колену Бог не дал удела, но не выделил у дельного района земли. Почему? Ответ только один. Они должны копаться, обрабатывать не землю и не в земле, но в Слове Божьем исследовать его, упражняться в нем, быть искусными в Писании. Бог освобождает ливийно колено от тяжких земельных работ и от одиннадцати колен дает им десятину всего, что они приобретут и будут никак не беденее остальных во Израиле. Это же мы видим происходит и в первоапостольской церкви. принято решение освободить проповедников от прочих занятий, чтобы они могли посвятить все время проповеди Слова Божия. Да будет так и ныне, если мы Церковь Божия, а не самоизмышленная религиозная организация, самим не развлекаясь совершать служение Слова. Иоанна 4, 35-38 Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Толкование. Вы говорите, то есть думайте, что в четвертый месяц от сели наступит жатва, то есть чувственная. А я говорю вам, что разумная жатва уже наступила. Это говорил он о самарянах, которые уже шли к нему. Возведите очи ваши, и разумные, и чувственные, и посмотрите на множество самарян, идущих сюда, и на души их, расположенные и готовые к вере, которые, как побелевшие нивы, нуждаются в жатве. Ибо как колоссия, когда побелеют, готовы к жатве, так и они готовы ко спасению. Пророки сели, но не пожали. Впрочем, через это они не лишились удовольствия, но радуются вместе с нами, хотя и не жнут вместе с нами. В чувственных жатвах так не бывает. Там, если случится иному сеять, а иному жать, не жнущий скорбит, а в духовных жатвах не так. Но и пророки, проповедовавшие и предрасполагавшие умы людей, радуются вместе с нами, привлекшими людей ко спасению. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Господь говорит это для того, чтобы, когда он пошлет учеников на проповедь, они не смущались тем, что посылается на дело трудное. Труднейший, говорит он, приняли на себя пророки, а вас посылаю я на готовое. Справедливым изречением называют поговорку, употреблявшуюся в народе, иной сеет, иной женет. Смотри, как он говорит все со властью и повелением, я послал вас жать. Пусть услышат это ученики проклятого Маркиона и Манеса и подобных, которые отчуждают Ветхий Завет от Нового. Они и здесь обличаются, ибо если бы Ветхий Завет был чужд Нового, то как бы апостолы пожали сейное пророками? Если же апостолы жали сейное в Ветхом Завете, то он не чужд Но оба суть один Завет. Пусть слышат и Ариане, что Христос посылает учеников как Господь и Владыка. Посылает для того, чтобы они жали и отрезывали от земных предметов, пристрастившихся к ним язычников и иудеев, и сносили их на гумно, то есть в церковь, в ней через молодьбу валами, то есть учителями, и подчинение им они растираются и освобождаются от всякой плевы, плевы, от всего плоского и пожираемого огнем складываются чистыми зернами в небесную житницу и потом становятся пищей Богу, радующемуся об их спасении. Так Павел жал, отрезывая нас от земли и научая, что жительство наше на небесах. Филиппийцам 3.20 Некоторые же слова посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве, применяют к старцам по причине их седин и пожатия смертью. Иоанна 4.39 по 42 И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. А потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовало ли по его слову. А женщине только сговорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он спаситель мира, Христос. Толкование. Самаряне веруют по слову женщины, благоразумно судя по самим себе, что женщина не открыла бы пред всеми жизней своей из-за угождения другому, если бы проповедуемый ею не был поистине велик и превосходнее многих. Хотя евангелист не повествует в частности о чудных речениях его учения, но о силе божественного его учения дает нам разуметь из-за кончания дела. Ибо евангелисты опускают много и из великих дел, потому что пишут не из видов честолюбия, а для истины. Вероятно, и в бытность у самарян Господь учил чему-нибудь божественному, потому что они, не увидев никакого чуда, веруют в него и просят его остаться. А иудеи, удостойные от него бесчисленного множества речей и чудес, еще гнали его. Поистине враги человеку домашние его. Михея 7, 6, Матфея 10, 36. Смотри, пожалуй, в короткое время народ превзошел свою учительницу, ибо они называют его не пророком, не спасителем Израиля, но спасителем мира, еще с артиклем. Он есть тот Спаситель, который собственно и истинно спас всех. Многие приходили спасать, и законы, и пророки, и ангелы, но истинный Спаситель есть Он. Иоанна 4, 35, 45, 43, 45. По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видевши все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Толкование. Ибо мы, люди, обыкновенно презираем то, что стало вреду обычного, а на страны и необычные всегда обращаем внимание. Если же иные находятся в чести и в Отечестве своем, то в чужой стране они будут чтимы гораздо более. Так что честь, оказываемая в Отечестве, при сравнении с честью в чужой стране покажется бесчестием. Ибо зависть не позволяет соотечественникам воздавать должную славу, а они воздают ее уменьшенную, считая за стыд себе прославления с единоплеменником. Когда Господь пришел в Галилею, галилеяне уверовали в виде знамения, какие он соделал в Иерусалиме. Но самаряне достойны большего одобрения, потому что они уверовали без знамений по слову женщины. Смотри, почитаемые отверженными повсюду отличаются верою, разумею, самарян и галилеян. Ибо из сих последних презирали, как живущих по-деревенски. Почему и говорили, что из Галилеи не приходит пророк Иоанна 7, 52? А почитавшиеся избранными, каковы были иерусалимские иудеи, отвергаются. Подлинно справедливо приняты и мы язычники. Ибо в собственном отечестве по разумению иного синагоги иудейской пророк Христос не имел чести, как называют его Моисеи. Пророка восставит Господь ваш Трозаконие 18, 15. Иоанна 4, 46, 50. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему «Господи, приходи, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус и пошел. Полкование. «Называет его царевым или потому, что он был из царского рода, или потому, что имел какое-нибудь достоинство власти такого названия. Ибо они всюду представляются виновными в сильном неверии». Так как царедворец был нетверд в мыслях и настаивал, чтобы Господь пришел для исцеления его сына, то Спаситель показывает ему, что он и заочно может исцелить его, и говорит «Пойди, сын твой здоров». «Таким образом, за один раз исцелил сына от горячки, а от отца от неверия, зная то, что он иное дело чудо и иное знамение. Чудо то, что сверх природы, например, открыть отчисли порожденному, воскресить мертвого, а знамение то, что не вне природы, например, исцелить больного. Такое чудо Господь и ныне совершает над всяким приходящим». Все? Пожалуйста. Номер 30. 6. долс. Продолжение следует...